Нам, к сожалению, до таких гонораров пока еще нужно дорасти. На фестивале «Японская осень» в Алматы самый известный казахстанский кинокритик Олег Борецкий рассказал, чему нужно поучиться нашим киношникам у коллег из Японии. С 2011 года в Казахстан приходит «Японская осень». В рамках фестиваля состоялась и неделя кино. Вниманию наших зрителей были представлены лучшие фильмы режиссеров «Страны восходящего солнца». Японские кинематографисты – лидеры по количеству фильмов, отобранных на «Оскар». Мы показали шесть фильмов, из них только один фильм, последний на закрытие, как я сказал, это бонус. Это кино жанровое, это комедия. Остальные фильмы – это вот то, что называется душевное кино. То есть это простые люди, это совершенно реалистические истории, которым хочется сочувствовать, сопереживать и сопрягать это с собой. И поэтому я думаю, что это основная миссия кино. Закрывал неделю японского кино фильм «Работа с деревом». История молодого человека, который не смог поступить в престижный вуз и отправился работать лесорубом. Пока голливудские режиссеры тратят огромные деньги на производство очередного блокбастера, японские авторы ставят акцент на самобытность, чем и выигрывают. А что можем мы позаимствовать у них? Актерское мастерство никто не отменял, поэтому японское кино, оно отличается не столь сильными эмоциями. Какие-то конфликты и трагические моменты в жизни они очень стоически переносят, но это надо уметь сыграть. Фестиваль проводится благодаря поддержке гуманитарного фонда «Дегдар». Как утверждают организаторы, японское кино никогда не разочарует зрителя и всегда будет иметь успех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова